МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После отчётов жители смогли задать интересующие вопросы. Людей волновало санитарное состояние поселения, улучшение качества водоснабжения, газификация участка станицы Азовской. Один из острых вопросов – реконструкция очистных сооружений. Администрация поселения собирается подавать заявку на вступление в госпрограмму. Но одобрят ли эту заявку – неизвестно, ведь речь идёт о немалой сумме. 17 миллионов сказали, надо только на проект восстановления действующего, не на прокладку новых сетей. Просили микрофон жители не только для вопросов, но и для благодарностей в адрес главы и администрации. От района Федерации футбола Евгений Алышев получил её даже в официальном виде. Жители поселения отметили неравнодушие своего главы, его мужество и готовность всегда прийти на помощь. Знаете, в последнее время у нас в станице такой удивительный союз складывается между администрацией, нашим казачеством, нашим духовенством. И мы живём под вашей опекой, под вашим покромом. Спасибо огромное. Низкий покром. Вы частые гости. Вы наши первые помощники. С первых дней наша семья окружена вниманием и заботой со стороны нашей администрации. Евгений Александрович, девочки, Анечка, постоянно звонят, интересуются, как мы живём, какая нам нужна помощь. Вы знаете, что в нашей станице организован сбор гуманитарной помощи ежемесячно. Евгений Александрович, Юрий Анатольевич, наш атаман, возят гуманитарку нашим ребятам, рискуя своей жизнью. С жителями солидарен и глава района Андрей Дорошевский. Администрация поселения активно участвует в отборе заявок по госпрограммам, чтобы получить дополнительное финансирование. Евгений Александрович не бездействует. Он не сидит сложа руки. Он очень активный, деятельный глава. И я считаю, что, моё мнение, что вам очень сильно с ним повезло на самом деле. По итогам сессии, работу главы администрации Азовского поселения депутаты признали удовлетворительной.